28. Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилев. Здесь же говорится конкретно не о всех святых, а ведь конкретно об апостолах. Правильно я понимаю? Больше ничего не сказано. Знания никаких не может быть. Библия умалчивает. Может быть больше что-то. Златоуд запрещает говорить. Чего Библии нет, о том не рассуждаем. Кроме греха ничего не возьмем. Как Ев говорил, ты разве на небе был? Рассказал все. Один так выступал, хорошо говорил проповедь про ад. Один и говорит, можно подумать, только сегодня из ада вернулся. Много, да. Много вымыслов. Да, двенадцати колен, двенадцать престолов. Какие престолы, на каком уровне, сколько. У мусульман там проще. Они знают, что суд будет проходить пятьдесят тысяч лет. А сейчас идет семь тысяч пятьсот тридцать второй год, что ли, от Адама. Ну, да. Ну, что? Вот, Игнат Тихонович, у меня еще один вопрос. А потом я предоставлю уже участникам нашего собрания. Вот вопрос такой. Всем известно, в том числе и вам известно, что известный протодиаком был лишен сана. И вот сейчас его восстановили в сане, в общем, патриарх Варфоломей. Как вы на это смотрите? Вы можете это прокомментировать? Вот, он был лишен сана, а сейчас восстановили его. Интересно ваше мнение выслушать. Ну, сначала я говорю, от ком знаем. Он у меня приезжал, книги брал. Его отношение ко мне очень такое... Я того и не достоин, что он говорил. Но суть в общем дела. Что есть каноны, которые говорят, что за помощью, за океан, тогда, говорится, за море, не обращайся. Запрещается это. Ну и согласился бы с этим и все. Когда на нас архиерей-то поднял руку-то о том, чтобы батюшку запретить, а меня исключить за то, что материалы вышли о крещении, о отношении к войне, о проповеди. И в тихий курочкин-то. А потом сам стал это все делать. И он назначил три года нам эпидемьюни и разговаривать ни с кем на эту тему. Мы три года, года даже не произнесли слова. Но уже 23 марта, через три года, мы опять Библия в руки. У нас лежит Библия на русском языке. И все вернулись. И он нас больше не трогал. Почему? Зачем ему нужно? Он и не служил-то там никогда. За последнее-то время-то. Ему это не нужно было. Он, видишь, начал подписываться, как иностранный агент везде. Меня спрашивали, когда в миссионерские поездки ездили, а вы бы не взяли его? Еще лучше-то. Зачем же я его возьму? Это полмашины разгружать надо. Так что, согласно канона, если он признает, то справедливый, то и это. А теперь они не поладили. Это Варфоломей греческий. Он считается, как папа над всеми епархиями у себя. А у него там ничего и нет. 15% только греков в их Греции. Я не знал, что такая беда у них. А там все иностранное. Там и мусульмане, и прочее. Ну, охота покозырять. И вот он принял его. Перед Богом-то сказать, действительно, действительно, он и служить-то не думал. Но это сняли. Сняли, а теперь еще большее наказание. Пошел против канона. А теперь так, недружественная обстановка, так назовем в легкой форме, они ее усилили. Это так проще всего. Одинаковые два дома. В одном деле или учителей наказали, а он пошел в другой. В армию никуда не пойдешь. Тут, где тебя рукоположили, те тебя исключили. А исключили, значит, ты должен так же принять, как и принял то положение. Если ты считал, что рукоположение правильное, это от Духа Святого, то никто их не рассекрещивал, что они не от Духа Святого теперь. Вот. Согласно того, что ты их признавал, и признаешь, и пошел в другое, это неправильное. Он и служит-то, ну, где он будет? У них. Греческий язык, я не знаю, еще он знает-то. Так что ответ один. Этого делать нельзя было. А они его не приняли бы, если бы он туда не просился. Вот такой ответ. То есть, нужно понимать, что, как бы себе говорить, что так случилось, не без воли Божьей. То есть, срочно меня свалили. Так это соответствует действительности. Он и служить-то не будет. Ну, раз-другой только. Он и говорит там. Вместе сразу два. Но перед людьми он теперь протодиакон. Протодиакон какой? Куда растрига. Это очень... Такой умницей, такой шаг сделал. Я когда услышал, посмотрел, прочитал, и тем более едет тем, с которыми вражда давно идет. Это лишнюю палку в Кирилла сунуть. Кирилл расправляется со своей епархией. Ну, и все на этом. Это его территория. Он не залез на чужое место. Мы за Андрея молимся каждый день. Ну, если бы он вот ближе-то был, так вот, ни переписки нет никакой, он как-то... Никто не мог установить переписку-то. Я бы пересек эту дорогу. Сказал бы, не делай этого. Это не надо сделать. Это плохой пример оставляете. Это не просто в милиции из одного отдела в другой перевели. Никак. Они совершенно независимы друг от друга. Это не два прихода у католиков по разным странам. Здесь автокефальные. Совершенно независимы друг от друга. Сербская. Там и смотреть не на что. Но она отдельная. Россия, она, кажется, пятая. Под номером пятым идет. Там не по количеству смотрит, а по моменту возникновения. Все у меня... Кстати, к слову сказать, Игнат Тихонович, к слову сказать, что вот Андрей Кураев, он говорил, и, кажется, неоднократно, что называл вас этим, как его, миссионером в России номер один. Ну да. Да я знаю. Он когда... Игнат Тихоновичу веровали и узнали о вас через именно Андрея Кураев. Да он когда сказал и говорит, а меня, говорит, Игнатий по всем кочкам провел. Я когда зарядил, ну, у меня книги на два файла, я его 123 раз упоминаю, 120 раз, и только два раза положительно. И несмотря на это, он такой отзыв дает. Видишь, у него какой настроит. А другой там, Дворкин, знать не знает и такую клевету плетет, слушать нечего. Ну, ни одного слова не действительно, этого нету. Это такие люди, наделенные особым злым духом. Лишь бы сказать, а его ткни там еще нету. Есть такой гриб, когда он засыхает, и порховка, его ткнешь, он пыль выше головы. Это у него... Да. Я говорю только одно, что он в наших молитвах каждый день. Мы о нем молимся. Я каждый день молюсь о Папе Франциске, о Старобряческом Корнилии, и которая здесь вот, в Омске есть, Тихон, тоже митрополита далее, Антоний, зарубежная церковь, Николай и... Там у них еще есть... Не, не Павел кто-то там есть. В Германии-то кто там? Это знают только там немецкие. Марк? Марк, вот именно Марк. Мы Марка каждый день поминаем. В молитвах утром. Когда молимся, я их всех произношу. Не отдавая предпочтения никому. Ну, конечно, местным... Я поклон на одного его из митрополитов, местных которой, Иванников, Сергий. Так вот, потому что он к нам приезжает каждый год, и служба идет, Видишь, он какую избрал тактику. Он открытый. И никто нас не принуждает. Вот сейчас там... Вот недавно ролик выставили, ну, прямо дня два назад. Там патриарх выступает. Количество в 4 или в 40 раз больше военных, чтобы было этих священников. Ну, все такое воинственное есть. А на нас он никак не может. Даже вот сегодня патриарх там, ну, как-то бы... Никак он не может нас тронуть. Мы ни одного дня не были под патриархией. Зарубежные церкви. А то, что они там это друг друга толкают, и какое-то объединение, об объединении слова не было. Об признании канонической святости. Канонически. Мы признавали всегда. Ни одного дня не было, чтобы мы считали безблагодатной московской патриархию. Так. То есть это крутили, они вертели, обманывали. 164, кажется, больше, наверное, точек для Путина, которая за рубежом. Это очень отчаянный шаг был. Ну вот так. Благодарю, Илья Тихонович. Вот в чате вопрос задает Руслан Воробьев. Да. У меня один друг уехал на море с семьей, а в пост великий позволительно на море, он спрашивает. Человек верующий, как и все. Вот в великий пост можно ездить на море верующему или нет? Правило есть такое. Куда бы он ни ездил, но только не больше двух пропусков воскресенья. Он должен сходить там в церковь. Другого запрета нет. Каноны других нету. Это канонически нигде не нарушает он. Если он посты соблюдает, и как в воскресенье он с женой сходил в церковь. Другого ничего нет. Не больше двух пропусков. Вот ему ответь и так. Это канон. Ну да, нет. Он слышит, он с нами здесь. Он услышал. Ну вот так, такое по-другому я не могу ответить. Это канон так голосит. И священник, куда бы он ни ездил, на мой взгляд. Это независимо от обстановки, пост или не пост. Причины разные. Может быть на рыбалку, может быть в гости, но не больше двух воскресных дней пропуск. Три уже ахать придется. Но это опять же каноны-то даются для нашей пользы. Мы должны любить правила эти. А то сейчас как выходят, вот были знакомые у меня, вчера смотрю, но они все делают по-своему. А теперь надо как-то оправдать себя. Значит, не признаю я таких отцов подряд всех там. И дальше. А они-то все в церкви. Тогда священство не нужно. А главное, приводят и говорит, Господь говорит, перемена и священство, перемена закона. Перемена, но не отмена. У них даже этого нет в уме. Перемена. Перемена. Мы лошадь заменили на осла. Но не отменили. Не раскинули руки в пустыне и помираем с жажды. Они даже этого не понимают. Рассуждают о чем-то. А дальше зачем оставил Павел тита, говорит, довершить недоконченное. То есть они бьются о том, что нигде не надо никаких священников, потому что он нас избрал и соделал нас. Кем сделал? Царями и священниками. Священцам. Ну, он сделал, так тогда царями. Царями тоже. Так это в духовном плане. В духовном. Мы приносим благодарность Богу, молитвы. Это прямо об этом говорится. Священство благовестия. И царь поминается царей. Сделал нас царями. Мы царствуем над грехом. Но не то, что цари не нужны, и теперь мы скажем, что всех презираем. Ну, стань, крещи, толку-то какого? А то, которые отошли, я вчера посмотрел, они рассуждают. Или в самом деле мозги отшиблены, или их никогда не было. Как нет священца-то? А кого Павел собрал в Новом Завете там? 20 глава, 29 стихом просчитаешь. Кого он так крестил? Деяния апостолов. Ну, нельзя же так. Играют спасением, главное, ушли. Ну, просто видишь, что я знаю люди-то этих, я их знаю, встречался, добрые люди-то. Но день, два, три недели, месяц, год, и уже все, отвык. Ничего не надо. Причастие еще, хлеба взял, вина вместе, выпили, и все, и причастие. Уже начинают богохульничать. Ну, хорошо, есть вопросы такие, вот там и там, как понимать. Вот у нас сколько, здесь мы можем сказать, церквей, ветвей, католицизм, православие, григория армянская, постоличная, ну и дальше, кто знает, копты, сирийцы, все, больше нет. Пять, за кругом за этим пять, только еретики. Ну и все, и все одинаково понимают, без священства нет, у папы, у каждой священники, епископы, все вот эти пять, отдельно назовем как, названия, все священства имеют с первого дня. Просчитая златоуста, шесть слов о священстве, они никого не слушают, вот как будто бы просто пустая голова. Почему? Ему доказать надо, что мы ушли из церкви, ни при счастье, ничего нету, а между собой-то уже пять человек не могут поделить, кто главный. А ни одного священника там нету. Ну и начинают кудесничать. Бог говорит, я создам мы церковь. А в церкви кто? Они ответить не могут. В церкви кто? И патриарх, и епископы, ранг епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. Четыре ступени, которые являются епископами. Это нельзя никуда деть. Это под званием епископа, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия. И когда они где-то бывают на приеме, они именно в этом порядке садятся рядом. Вот у нас он митрополит, это генерал-полковник. Это если они будут где-то там у президента или где-то. Такой порядок. И на все надо смотреть глазами Духа Святого. Он говорит, изберу дальше, создам церковь мою. Одну церковь. И врата не одолеют. А у них, ну, признаете, теперь говорят, да с самого начала это неправильно, церковь не дает. Все мы равны. Ну, это потеря веры. Все равны, нигде не бывают. Нигде. На кухне где-то что-то готовят. И все равно там есть старший. Есть в военном деле. Ну, в любом деле, везде. А тем более в церковных епископ должен быть такой-то, такой-то. Зачем бы Павел говорил? А то в Новом Завете не было. В Новом Завете как раз утверждено это все. И врата Ада не одолеют ее. А кто врата Ада? Вот эти отступники, еретики, масоны, фашисты, коммунисты. Они не одолеют ее. Церковь Исея с вами во все дни до скончания века. До скончания века. А век-то еще не кончился до конца. Христианская вера. Вот так. Так, что еще есть? благодарим, Игорь Тихонович. Давайте другие, кто-нибудь, братья, сейчас задавайте вопросы. Давайте. Не стесняйтесь. А вот был бы Андрей здесь, Андрей Кураев был бы, сейчас, подожди, Девора, то я бы как, я бы точно так и сказал. Мне разницы нет никакой, сидит патриарх или кто-то. Я ни разу, как только Евангелие получил, 62 года назад, никогда не заглянул в глаза. Мне это не надо делать. Я выше головы смотрю. Перед Богом. Его слово, я его разъясняю, показываю. Я верующий, верую в каноны, книга, правил. А они придумали слово экономия. Экономия. Безумие. Для безумия всегда нужна какая-то особая грамматика. Слушаю, Девора. Игнать Тихонович, наш батюшка в приходе третий раз меня зовет уже на занятия по изучению Библии. Не по сердцу мне это, не понимаю почему, но не по сердцу. Ну, правильно, делать нечего. У них занятия с такими, разве могут сравниться, как у вас сегодня было? Вы найдите еще где-то на просторах интернета, чтобы православные христиане так любили абсолютно во всем доверяя Святой Библии, каноны церкви, святых, жития. Даже намека такого нигде больше нету. Никогда не ходи и больше не разговаривай на эту тему. Скажу, у нас идут занятия. И занятия не один раз в неделю. Так что там делать нечего. Как ваше самочувствие, Игнат Тихонович? Ну, как? Так-то я сижу сам пока. За руку не водят. Ну, смотри, как я хожу. Видишь как? Ну, по-маленьку. Ну, глаза, конечно, глаза плохо, потому что я сижу целыми днями, корректировку веду. Уже фактически 280 проповедей прокорректировал. 280, даже сказать страшно. Вот сейчас, только-только сейчас закончил 280. Ну, надо, чтобы мне глаза, да. Александр, мир вам. Да я хочу спросить, вот у меня вопрос. Вы тогда благословили, чтобы я батюшке нашему трехтомнику в Новый Завет и еще к истинному православию. А у меня такие мысли, думаю, раз он такой активно противится, может-то секта, там все, ну, которые наложили мне там, это, пятими на полгода. Я все хочу, думаю, хоть забрать у нее книги или спросить, что, я не знаю, как, а то вдруг он укрылся. Так, слушай, я понял, понял, Александр. Вы узнаете сначала через близких людей, считает он или нет. А так он будет наковыряет себе столько, он еще хуже будет относиться. Там никому я не угадаю. В одном только трехтомнике там 319 комментариев. За 900 лет не было ни одной. И вдруг сразу 319, да еще и Гюставо Доре 230 гравир раскрасили. Так просто не с налету, как-то узнаете, считает он или нет. А потом потихоньку спросил, батюшка, книги у вас не зря лежат, а то они мне нужны. А скажи, Даша, могу дать вам адрес, и вы выпишите, заплатите и получите. Воспользуйся этим моментом. Нет у меня близких, кто там может зайти к нему. Я не знаю. Я уже пытался, думаю, хоть осторожно поговорю с ним, но не попадается. В храме как-то я не могу спрашивать. Понятно. Ну, так, близких-то у него никого нету? Через кого? Ну, тогда напрямую спрашивайте. Как-то дождитесь, когда он из храма выйдет, в храме-то не надо бы. В храме надо. Ну, я могу позвонить. Я могу позвонить ему. У меня телефон-то есть его. Ну, тогда и узнаете, считает он или нет. Скажи, батюшка, они мне уже нужны, а вам я могу дать здесь по скайпу, он пусть зайдет, и все, и получит. Так, не только это. Там у нас сколько? Первые, которые были выпуски, 38 томов книг. Только вопросов. мы с ним разговаривали, когда он с вами разговаривал. Сначала он там визжал от восторга, ой, какой богатый сайт, а тут все как будто сатана его на мозги перевернул, вот он все прям активный такой противник. А вдруг это секта, ну, здравствуйте, до свидания. Секта. Это вы расплодили секту, людей-то не учите из секта. Ну, голова отбита, ну, что я могу сделать? Вы сначала крестить научитесь людей. ни один сектант и так не делает, чтобы ладошкой капельки капать, как он, Олег Синяев, стоит военный, перед ним ведро, и из ведра вот здесь вот ямка на затылке, он в нее капает. На войну отправляют. Уже видно, оба они обритые. Безумие. Я смотрю на лицо, и все, отшельники. У меня один ответ. Пираты захватили корабль. Ну, как один поп, он одной бутылкой 150 человек покрестил, его тут же там и прибил. Ну, как, убили на войне. Ну, вот он-то все там, вот, ни одной бутылкой, ну, понятно. Воды, как будто нет. И сектанты, они готовятся, собираются, заходят в воду нескольких человек, которых они называют пресетерами, не опрокидывают так на спину. А это положение в огроб. А 4-6 криминам написано крестились в смерть Христову. Христос умер стоя. И стоя надо погружаться, ноги прижать. А у него ноги-то у Христа он вздыхал, когда ну, мы подражаем ему во всем. Ребенка-то и не то, не мог так размахивать вот это раз его кверху опять. Ну, где-то видно такое-то. А то, чтобы вроде не задохнулся или чего-то. Погружает его. А не макают вот так по воде выносят. Они даже не видят. Погружает. А погружать это таупен, баптизен. Другого-то нету толкования. Ну, вот здесь приезжают у нас, сейчас спрашивают, как на 7 июля. А готовьте оглашенных. Готовьте. Через Вячеслава уже там собираться и ехать. А вы знаете, кто тут был, его заключили. Он стал искать работников себе в Литву. Я не знаю такого. А о ком речь идет? Матюлевич? Наверное. Ну, он на меня вышел. Я ему сказал, как это сделать. Написать на бумаге. Я ему продиктовал, как, что ни с кем не разговаривать, ни слова. хотя бы к вам приставали. Говорит, будто бы он уже принятый и опять начал разговоры вести. Ему прям сразу напомнить, вы нарушили тот договор, который был. Закрыть его надо будет. Так это не годится. Разобраться сначала. Он стал говорить, и мы во многом сошлись, и я там был, где он там есть. Наш корабль стоял на ремонте Клайпеда. Он там рядом. Это мне передали. Надо проверить, так это или не так. Почему он на меня вышел? Ну, вроде бы, я, говорит, осознал, и мне охота быть с вами, молиться вместе. Ну, и только написали, напиши, вписанном виде, печатными буквами, и пришли. Мне пришли сначала, потом тут кто это, не знаю, там, братьев или как называется, мужей. Ну, не знаю. Его надо найти и сказать ему. Пока еще, скажи, не включили вот это решение по вас, сделайте скорее. На меня это вы обещание дайте, молчать, не разговаривать, расписание занятий, и все будет как надо. Никакое сватовство тут вам не нужно. ну, вот так. Все, наверное? его в группе нет, я посмотрел. Нет. Ну, как-нибудь имейте в виду, когда придет. Он был, говорит, недавно. я такие сведения узнаю от кого-то, кто-то сказал. Я сразу, да как же так, мы же договорились. Ну, его долго нет, да мало ли еще там со скотиной, он свиней держит. Он рассказывал, что у него есть, где он был. Главное, по-хорошему расстались. Он попросил сказать, что написать надо, я ему сказал, это все обещание дает он. Ну, и дальше эпитемия, насколько ему нельзя выходить. Только пребывать, брать, ни с кем не разговаривать. Это надо строго выдерживать. Ну, что, все, наверное? Да, назначать их натикнуть. Аллилуйя. Ну, давайте попробуем, есть у нас такие люди или нет. Так. Арсений Собран есть тут такое? Нету ее, видимо. Ладно. Андрей Миллер. Игнат, тихо, но сейчас как раз за рулем еду. Все, отпадает. Немножко. Да нет, не будем ждать. Сейчас я другого назначу. Другой раз. Все. Хорошо. Ничего тут такого нету. Так. Угу. Ирина Устинова здесь. Да, здесь. Ну, вы знаете порядок. Они пропоют достойно, видимо. И сразу своими словами чисто скажите молитву небольшую. В конце обязательно прославь Святую Троицу. И громко скажи Аминь. И кто с ней будет согласен, говорите Аминь. Молитва делается вашей. Сможете? Да. Все, братья, сейчас слушаем их. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть такого истину блажить и Тя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Без истрения слова рожую, сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за эти занятия, за слово Твое, через которое Ты нас просвещаешь, укрепляешь, возрождаешь. Благодарим за труды братьев, наставников наших, которые трудятся в наставлении нас, в слове Твоем Святом. За все Твои милости, за долготерпение Твое, Господи, благодарим Тебя и молим о наших сродниках, Господи, кто еще не познал Тебя, кто еще не рожден свыше, даруем рождение свыше, евангельскую веру, Господи. А Тебе за все за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Ну, все. Все. Аминь.